Новый год получает новые возможности прийти по-настоящему празднично. С 20 декабря в Ростовской области отменяются еще несколько ограничений. Постановление об этом губернатор подписал сегодня. Так частично снимается запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия. Их можно будет проводить с 6 утра до 9 вечера. Только концертные залы, ДК, цирки и другие помещения должны быть заполнены не больше, чем наполовину. В ресторанах, кафе, барах можно будет танцевать. Также с понедельника возобновляется плановая медпомощь в городах и районах, где она сейчас ограничена. И еще в общепит аэропорта Платов пассажирам старше 18 лет можно попасть по одному из медицинских документов. Это сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенной болезни или ПЦР-тест при медотводе от вакцинации свежестью до двух суток. Еще 150 призывников отправились сегодня в воинские части. Они будут служить в ВДВ и ВКС, сухопутных войсках и Росгвардии. А 15 парней отправились в элитный президентский полк. Это те, кто прошел жесткий отбор по физическим и моральным качествам. Весенние и осенние призывы наша область отправляет в Кремль по 15 солдат. И это довольно много, ведь комплектует президентский полк всего 40 регионов. Мне было лет 14, наверное. Парад увидел 9 мая. И сказали, что есть такой ряд войск. Форма понравилась. Начал, по-моему, интернете считать. И как-то увлекся, и понравилось сильно очень. И захотел туда. Огонь внутри прям такой был. Счастлив был. Рад. То, что получилось, а сбылась мечта. Проект планировки и межевания территорий на левом берегу Дона к востоку от Ростов-Арены утвержден, сообщил Алексей Лагвиненко. Его поддержали архитекторы и депутаты Гордумы, эксперты и экологи, общественники и 92% участников общественных обсуждений. Эта зона будет застраиваться комплексно. На заболоченном участке должен вырасти благоустроенный район, эталонный для города в будущем. Планируется построить 13 жилых домов высотой от 14 до 25 этажей. В них будет 5893 квартиры. Для автомобилей предусматривается 3500 мест, две трети в подземных паркингах, треть на открытых площадках. В проекте школа на 1100 мест, два детских сада по 200 мест, поликлиника. Обещают уникальную прогулочно-рекреационную зону с объектами спорта, отдыха и развлечений. А рядом с ней станция канатной дороги через Донск, которой можно будет переправиться на театральную площадь. Сборная России по гандболу заняла на чемпионате мира только восьмое место. В матче за выход в полуфинал наши девушки проиграли Норвегии. Причем уступили без шансов. Наша команда повела 2-1, но к восьмой минуте уже отставала 2-5, а к 25-й отрыв вырос до минус 6. К перерыву отставания можно было сократить до трех голов, но пасма Нагарова и ее коллега с левого края испортила. На восьмой минуте второго тайма голом Миланы Таженовой россиянки приблизились к норвежкам на расстояние двух точных бросков, но соперницы тут же напряглись и снова у нас минус 6. Потом было и минус 8 и радоваться оставалось только таким вот необычным голам, как у той же Таженовой, которая почему-то завершила быстрый отрыв дальним броском, застав врасплох вратаря. Россия проиграла 28-34 и осталась на турнире восьмой по худшим показателям среди остальных неудачников четверть финала. А в полуфиналах чемпионата мира сыграют Франция – Дания и Норвегия – Испания.